Здравствуйте! Это новости спорта. С вами Ульяна Любимова и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Накануне вечером в Кремле паралимпийцам, которые вернулись из Южной Кореи, были вручены государственные награды. А челябинский боксер Максим Стахеев отобрался на первенство Европы. Все подробности прямо сейчас. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам, которые завоевали 24 медали на играх в Пьенчхане. 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Отечественные спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе и без национального флага и гимна, заняли второе общекомандное место среди 49 стран-участниц. Хочу вас за это поблагодарить. Поблагодарить и пожелать вам успехов. Они яркие, красивые, интересные, вызывают уважение и восхищение. Желаю вам новых побед. Спасибо большое. Напомню, что Челябинскую область на 30-х паралимпийских играх в Южной Корее представляли керлингисты Марат Романов и Дарья Щукина. Российская команда по керлингу на колясках была близка к попаданию в полуфинал, но в итоге оказалась пятой. Она одержала пять побед и потерпела шесть поражений. Наша сборная выступала без своего лидера и капитана Алексея Шевченко из Екатеринбурга, с которым четыре года назад в Сочи стала серебряным призером. Но, к сожалению, его не допустил к участию в играх в Корее Международный паралимпийский комитет. А челябинский боксер Максим Стахеев выступит на молодежном первенстве Европы 24 марта в эту субботу в румынском городе Тыргужиу. Состязания пройдут среди спортсменов не старше 22 лет. Напомню, что ученик заслуженного тренера России Александра Кувакина месяц назад завоевал серебро на международном турнире в венгерском Дебрецене, благодаря чему добыл путевку на первенство континента. В прошлом году победителями этих европейских состязаний стали представители Южноуральского бокса Всеволод Шумков и Алексей Киселев. А челябинские каратисты добыли 28 наград на первенстве России по восточному боевому единоборству «Ситорю». Они взяли в подмосковной Ивантеевке 14 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей. Победители и призеры являются воспитанниками спортивных школ «Конос», «ЧТЗ» и «Мастер». Их тренеры Владимир Холкин, Рустам Шевалеев и Юрий Краснопевцев. В состязаниях участвовали более тысячи бойцов из 27 регионов. Эти старты были отборочными на первенство Европы, которое пройдет в июне в итальянском «Ланчану». В Златоусте состоялся традиционный лыжный марафон «Крылатый конь». Он прошел в девятый раз. Марафонские дистанции 30 и 50 километров смогли преодолеть 250 спортсменов со всей России. Резвый старт и в путь длиной несколько десятков километров отправляются участники популярного забега. В этом году в нем заявлены более 250 спортсменов из 50 городов. Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Калуге. География широкая. Опыта достаточно уже. И помощников много, волонтеров. И справляемся. Уже в октябре мы разрабатывали макеты, заказывали сниверную продукцию. Если не мы, то кто? В программе состязаний были детские забеги на 500 метров среди дошколят и на 2 километра среди школьников младшего возраста. Было сложно. Трасса очень большая. Там сначала силу поберечь. Сначала рванули. Время не рвануло. Там у всех потом силу закончилась. И это шанс. Взрослые гонщики преодолели 50 километров. А мужчины старше 60 лет. И женщины 30. Можно в гонке терпения уметь побеждать себя. Но и, зная своих конкурентов, соперников, мне помогает. В итоге абсолютно лучшее время на 50-километровой дистанции показал челябинец Александр Рудаков. В забеге на 30 километров первенствовали Юлия Ишбердина из Кослей и Василий Бакланов из Латаустом. В Южноуральской столице проходит чемпионат Уральского федерального округа по классическим шахматам среди мужчин и женщин. За звание сильнейших спорят около сотни человек. В том числе пять международных гроссмейстеров. Кроме наград окружного первенства, они разыграют путевки в высшую лигу чемпионата России по шахматам. Состязания завершатся 27 марта. На сегодня это все. И в завершении любопытный факт. Спортсмен из Кении Джулиус Йего научился метать копье, используя в качестве учебника ролики с выступлениями олимпийских чемпионов. И в 2015 году легкоатлет выиграл чемпионат мира. А на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль. Увидимся с вами завтра. Далее происшествия с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин